Первой обратившейся стала председатель уличного комитета части улицы Шоссейная от дома 73 до 154. Вопрос, который был озвучен, ремонт дороги на данном участке. Три дня назад встречался с профильным руководителем в области. Мы провели обсчет стоимости строительства этой дороги. Стоимость дороги вышла где-то более 15 миллионов. Наши сотрудники подготовили соответствующее письмо, которое я лично отвез заместителю губернатора, курирующего это вопросом. Сейчас в Томовской области формируется инвестиционная программа, где все расходы, особенно такие крупные расходы, а в данном случае для нас это очень крупные расходы, они будут включаться в инвестиционный план Томовской области. И соответственно под этот проект будут выделяться деньги и средства. Заявка на строительство данной дороги находится на рассмотрении в области. Глава отметил всю важность обозначенного уличкомом вопроса и заверил, что приложит все усилия для его разрешения. С коллективным письмом пришла представительница улицы Осипова. В обращении жителей обозначили несколько проблем. На нашу улицу мы выходим в дорожное покрытие. Не своевременно чистят улицы зимой, потому что в основном жители преклонного возраста, скажем так, пенсионеры. Таксисты не ездят на плохую дорогу. Ветхое дерево растет рядом, рядом со мной живет ветеран труда, труженик тыла, вдова, герои, вернее участника войны. Ветхое дерево, газопровод внизу. Нет освещения. Главой города совместно с жительницей были отработаны наиболее приемлемые варианты решения вопросов по ремонту дороги и уличному освещению. Даны поручения по спилу деревьев. На постоянном контроле будет находиться и расчистка улицы от снега. Мы только сегодня провели соответствующее совещание, пригласили ту организацию, которая занимается этой деятельностью. Для нас важна будет ваша информация о том, что какие-то есть сбои в этом направлении, для того, чтобы нам эффективно реагировать. Мы являемся заказчиками. Мы оплачиваем ту работу, которая проводится. И поэтому мы имеем право требовать исполнения тех требований, которые установлено законодательством. И в случае не соблюдения тех требований, а и в случае поступления какой-либо информации от вас, что вдруг не качество, не своевременно. Соответственно, у нас все есть полномочия, в том числе административные полномочия, для принятия решения к этой организации, в том числе даже не оплаты, если не будет соблюдаться. Следующей обратившейся стала жительница улицы Ленинская. Женщина беспокоена, что после строительства водопровода территория будет иметь неприглядный вид. Владислав Денисов пояснил, что проект предусматривает выравнивание территории после проведения земляных работ. Специалистам отдела архитектуры поручено осуществлять постоянный контроль за работой данной организации. Жительница также попросила главу помочь с решением вопроса уличного освещения. Положительный ответ не заставил себя долго ждать. На встрече с руководством Тамбовской сетевой компании, которую Владислав Денисов провел буквально на днях, достигнута договоренность об организации в следующем году уличного освещения на ряде улиц города, в том числе и Поленинской. По завершении приема глава города подвел его итоги и отметил, что встреча с населением считает важной составляющей частью своей работы. Галина Зайцева, Елена Чирыкова, Варвара Павлова. Наш город.